Образовательный аудиожурнал «Модные истории» с Натальей Ксенчак Мир моды – это книга полная удивительных историй. Предлагаю сегодня пролистать страницы этой книги вместе со мной. Привет, дорогие слушатели! Меня зовут Наталья Ксенчак, я стилист и следователь моды, автор книги «100 стилей. Как не заблудиться в моде». А всю информацию, которую вы услышите в данном выпуске, вы можете посмотреть в видеоформате на моем YouTube-канале «Модные истории» с Натальей Ксенчак. Сегодня поговорим о том, насколько заразен современный секонд-хенд, правда ли, что там можно заразиться какими-то опасными заболеваниями. Я отвечу на вопрос о шляпках, можно ли ходить в них в рестораны, в кафе и вообще сидеть за столом. Очень интересная история, которая всколыхнула интернет. Один из самых популярных роликов на моем канале – это о том, как сифилис повлиял на моду. Ну а для начала давайте посмотрим, что же, о чем нам рассказывают модные журналы. В частности, я пролистала страницы российского Vogue. Тенденция последнего времени – это тема экология. Дизайнеры уже с 90-х годов задумались над экологичным производством, над тем, чтобы создавать одежду из переработанных материалов, например, из переработанного пластика. И вот такую новость можно прочитать. В главных модных центрах Москвы и Петербурга 3 и 4 сентября стартовали продажи обувного бренда, который создает продукцию из переработанных материалов, в особенности из выловленного в океане пластика. На самом деле, это не такая уж и новинка. Есть несколько дизайнеров, которые как раз-таки этим занимаются. Кто-то саморучно вылавливает или находит на пляжах какие-то детали, которые на берег вместе с приливом принесло. Все эти детали техногенного происхождения. И, например, есть дизайнеры, которые украшают этими элементами уже готовую одежду. Из переработанного пластика, из пластиковых бутылок делают футболки, делают также обувь. То есть это, в принципе, не в новинку. Большая проблема для современной модной индустрии это то, что она набрала слишком быстрые темпы. И особенно это популяризирует масс-маркет. Так вот, есть статья о том, что же масс-маркет готов делать ради экологии. Ну вот, например, есть такие цифры, что люди по всему миру ежегодно покупают более 100 миллиардов вещей. А на свалках оказывается 92 миллиона тонн мусора. И такая самая страшная лично для меня новость о том, что оказывается 35% пагубного для природы микропластика появляется в результате стирки вещей из синтетических тканей. То есть, когда вы просто совершаете рядовую стирку вещей, но если в этих вещах есть синтетические волокна, то выделяется микропластик, который попадает в реки, в океаны. И что самое страшное, микроорганизмы, которыми потом питаются мелкие рыбы, затем теми питаются крупные рыбы. В общем, совершается весь вот этот вот пищевой процесс. В общем, все это попадает в живые организмы, но изначально микроорганизмы принимают вот такой микропластик за пищу и едят его. Кстати, недавно мне рассказывали такую новость, не знаю, правда или нет. Час китайцы научились делать яйца из пластика. Давайте сейчас найду даже эту новость. Да, я даже забиваю. Вот в Яндексе есть, сразу всплывают яйца из пластика Китайского изготовления. Да, прям вот есть новость на сайте HairClub. Как китайцы делают искусственные куриные яйца? Как отличить опасную китайскую подделку от настоящего яйца? А зачем они это делают? Ну, давайте почитаем эту новость. Это, конечно, немножко далеко от мира моды, но все-таки мне стало интересно. В натуральных яйцах очень много полезных веществ. В них есть белки, жиры, углеводы, прочие витамины. Китайские поддельные яйца, естественно, ничем полезным не наполнены. Китайцы настолько умело производят яйца, что выглядят они точно так же, как обычные куриные яйца. Причем даже воссоздают яичную мембрану между скорлупой и самой внутренней частью. Процесс начинается с приготовления основной смеси, которая, так скажем, универсальная для двух составляющих. Карбонат, калия разводят в теплой воде, после этого добавляют бензойную кислоту, квасцы, соли, калия и даже знакомый продукт – желатин. Из этого немного попозже и получается белок. В общем, я всю новость читать не буду. Скажу только, что длительное употребление этих яиц влияет на нервную и иммунную систему человека в целом, а дети могут умственно отставать от своих сверстников. Ну а мы с вами отошли от нашей основной новости. Давайте почитаем, что же у нас масс-маркет магазина одежды готовы делать для того, чтобы минимизировать вред для окружающей среды. Ну, например, компания Inditex, например, владелец Zara и других брендов, объявила о том, что они будут использовать в производстве одежды к 2025 году хлопок, лен и полиэстер, который будет на 100% экологичным. Экологичные марки выпускают, например, H&M, Manga, Asus, Uniqlo. И, кстати, H&M продолжает сбор одежды. Ну, кстати, тоже я тут разговаривала с экологом. Она говорит, что на самом деле все эти вещи из H&M выбрасываются, либо как-то утилизируются, но в секонд-хенды они там вряд ли доходят. Не знаю, то есть, если вы относите в H&M, непонятно, что там делается с этими вещами, куда они на самом деле уходят. Кстати, еще одна новость гласит, что эко-магазины Zara к 2019 году, то есть вот уже, видимо, стали использовать как минимум на 20% меньше электричества, на 40% меньше воды по сравнению с обычными торговыми точками. Ну, такое ощущение, что это скажется все на продавцах. Экологичное поведение нам сейчас прививают и радио, и телевидение, и интернет. И считаю, что это неплохо. Конечно, все равно маркетологи могут нами манипулировать, продавать под марками экологично, совсем не экологичные продукты. Но мы должны быть с вами очень внимательными. Но все-таки надеюсь, что в ближайшие несколько, может быть, 10 лет, то есть, может быть, через 10 лет, действительно, мы сможем сократить производство. Потому что, конечно, ресурсов тратится огромное количество. Все это не может положительно сказываться на экологии, значит, нашим с вами здоровьем. Ну, а мы с вами продолжаем. И рубрика «История моды» узнаем о том, как сифилис повлиял на моду. История моды Кто-то уже неоднократно даже просмотрел ролики на эту тему. Но если вдруг вы не в курсе, то на моду влияет огромное количество факторов. На самом деле, по одежде, которую мы носим, можно сказать, что происходит в обществе. Потому что не дизайнеры на самом-то деле диктуют одежду, а какие-то события в общественной жизни, научные открытия, политические, социальные, экономические факторы. Все это очень влияет на моду. Некоторые болезни также влияют на моду. На моем канале вы, например, можете узнать, как эпидемия спида повлияла на современную моду. Почему был кризис моды в 90-х, в нулевых годах. Ну, а мы с вами окунемся сегодня в более раннее время. Это 16 век и эпидемия сифилиса. Немножко о том, что же такое сифилис, если вы вдруг не знаете. Это хроническое, венерическое, инфекционное заболевание, вызываемое бактерией вида бледная трепанема. Сейчас заболевание проходит достаточно спокойно, эффективно лечится. Оно проходит в несколько стадий, если его не лечить. Во время этих стадий поражается кожа, слизистый оболочек, внутренние органы, нервная система и даже деформируются кости. Болезнь в большинстве случаев передается половым путем, но возможно и заражение через кровь, например, при переливании. Возможно заражение ребенка молоком матери. И иногда происходят случаи бытового заражения. Это когда вы соприкасаетесь с предметами, которыми больной пользовался. Как я уже сказала, в наши дни болезни можно полностью излечить антибиотиками, особенно на первых стадиях. Но мы с вами прекрасно знаем, что антибиотики стали вводить не так давно. Произошло это в 1940-х годах. А вот до этого, с 16 века, сифилис лечили препаратами на основе ртути, которые имели множество побочных эффектов. Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Она вообще имеет накопительный эффект, то есть медленно отравляет весь организм, что в конечном счете может привести к смерти. Пока врачи лечили, пытались найти эффективное средство борьбы с сифилисом, деятели искусства работали над профилактикой. Можно найти огромное количество, я бы сказала, женоненавистнических плакатов, где женщины изображались как монстры, заражающие мужчин сифилисом. Особенно таких плакатов много в начале 20 века, вот почему-то считалось, что да, именно женщины виноваты в том, что распространяется эта болезнь. Но иногда все-таки болезнь изображали как чудовище, которое не имело женское начало. Был, например, такой плакат, где написано «Монстр сифилис атакует». Были даже плакаты, где в распространении бледной трепанемы были виноваты динозавры. Ну и дословно, если перевести надпись на плакате, она гласит «Динозавр, прекрати распространять сифилис морякам». Вот такой динозавр. В 2018 году в СМИ прошла информация о том, что на юго-востоке Словакии объявлена эпидемия сифилиса, поэтому туристов, которые хотели посетить страну, призвали к бдительности. Открыла даже эту новость, оказывается, вспышкой эпидемии сифилиса наблюдалось в городе Требешов, не знаю, правильное ударение или нет, и одноименном районе. Подавляющее большинство больных этой венерической болезнью – цыгане, которые, видимо, не обращались к врачам для того, чтобы вылечиться. Но если сейчас всё-таки есть эффективное лечение, если есть способы для того, чтобы не заразиться этой болезнью, в 16 веке европейцы ни о какой бдительности совершенно не думали. Произошло такое, что вспыхнула даже не эпидемия, а настоящая пандемия, то есть эта болезнь расползлась чуть ли не по всему миру. Что же такое произошло? По историческим данным, эпидемия начала своё путешествие сначала в Италии. В 1490-х годах, это самый конец 15 века, в Неаполитанском королевстве, это тогда было государство в Южной Италии, оно существовало с 12 по 19 века, разразился династический кризис. На трон претендовали сразу несколько королей, среди них был король Франции Карл VIII Любезный. Сам римский папа, тогда на престоле был Иннокентий VIII, пригласил в 1492 году Карла разобраться с ситуацией и занять неаполитанский трон. В январе 1495 года французская армия, где также были наёмные солдаты из Испании, Германии, Швейцарии и других европейских стран, перешла неаполитанскую границу. И король Неаполитанского королевства Альфонс II сдался под натиском мощных войск Карла VIII. То есть, никакой кровопролитной войны не было, была достаточно мирная, так скажем, передача трона. Захватчики были встречены роскошным пиршеством, блюда на котором разносили прекрасные неаполитанки, многие из которых были не прочь уединиться для любовных утех с французскими воинами. Так праздник к вечеру перерос в самую настоящую оргию. Вскоре после этого праздника в рядах воинов Карла VIII разразилась неизвестная болезнь. Тела солдат стали покрываться сыпью, а потом стали появляться ясвы. Гнонники распространялись по гениталиям и лицам, больных мучила лихорадка и невыносимая желудочно-кишечная боль. А в конце концов страшно деформировались кости. Французы, столкнувшись с новым заболеванием, считали, что виной всему воздух этой местности, поэтому и окрестили болезнь неапольской. Итальянцы же говорили, что болезнь принесли с собой французы, и поэтому прозвали ее французской. Через год после захвата неапольского трона в 1496 году, Карл VIII вместе с заметно уменьшившейся армией возвращался обратно во Францию, ну а наемные воины возвращались на свою родину и распространяли страшную болезнь там. Заболевание тогда протекало тяжело и очень быстро. Болезнь была новая, а иммунитет к ней отсутствовал. Люди умирали в считанные месяцы, о чем пишут врачи той эпохи, например, хирург папы Юлия II Джованни де Вига или врач Джиролама Фракастора. Кстати, именно благодаря последнему болезнь стала называться сифилисом. Этот термин закрепился после публикации в 1539 году поэмах Фракастора «Сифилис» или «О гальской болезни». За пять веков течение болезни сильно изменилось. Сейчас болезнь протекает легче, о чем также можно прочесть в исследовании экспертов. Просто мне очень много раз говорили, что ты не права, сифилис так быстро не протекает, это все неправда, ты врешь. Но на самом деле мы можем открыть с вами одну из множества статей на медицинских порталах, где узнаем об истории сифилиса и прочитать. После инфицирования уже через 4-5 недель все тело покрывалось многочисленной сыпью, которая сильно чесалась, перерождалась в гнойнике, и постепенно поражала клетки нервной системы. Уже через 8-10 месяцев инфицирован и умирал мучительной смертью. В общем, я надеюсь, что мы с вами с этим разобрались, и никто не будет меня упрекать в том, что я вру и сочиняю. Как мы с вами поняли, течение болезни было стремительным, передавалась она достаточно быстро от человека к человеку, и в 1497 году болезнь уже обошевала в Австрии, Бенгрии, Польше, княжестве литовском, а в 1499 году были даже сфиксированы случаи заболевания в русском государстве, даже несмотря на то, что Иван III запретил пропускать через границу иностранцев с французской болезнью. Ее, кстати, также называли польской, немецкой или попросту мечущей болячкой. В 1500 году эпидемия уже добралась до Турции, Ирана, Египта, Северной Африки и Китая. В 1503 году был поражен Вьетнам. Ну а в 1512 году о сифилисе узнали и в Японии. Так эпидемия приобрела масштаб пандемии и прошлась по всему земному шару. Можно задать логичный вопрос. Почему же, почему же такое произошло? В чем были причины пандемии? Как вообще произошло такое, что болезнь до этого был неизвестен? А вдруг такая произошла серьезная вспышка, которая переросла вот в такие громадные масштабы? Что? Что случилось? Если мы с вами почитаем тексты врачевателей 16 века, можно понять, что болезнь для европейцев была новой. Это сейчас мы с вами понимаем, что так быстро стифилис распространялся из-за отсутствия иммунитета и эффективного лечения. Но в 16 веке все-таки основной причиной были беспорядочные половые связи. Вопреки стереотипу о немытой Европе, на самом деле во многих странах были популярны общественные бани. Правда, в мужские дни их посещение скорее напоминали орги с проститутками. Можно найти небольшое количество свидетельств, есть даже картины, где люди действительно сидят в банях. Но банная культура в Европе стала стремительно приходить в упадок в начале 16 века. Церковные и светские власти стали закрывать общественные купальни. Причина этого все та же, сифилис. И, например, если мы почитаем с вами разума Роттердамского, то у него есть такая запись от 1526 года, которая гласит, «Всего 25 лет назад ничего не было таким популярным, как общественные бани. Сегодня их уже не отыскать. Болезнь научила нас обходиться без них». Где же, где же искать первоисточник? Откуда появилось это страшное заболевание? Существует, на самом деле, несколько версий. Ну, первая из них гласит о том, что это кара небесная. Ее я обнаружила в книге «Божий суд», «Сифилис и спид» американского ученого и писателя Перри Тредуэлла. Автор пишет, что в 1492 году на Папский престол взошел один из самых скандальных понтификов за всю историю Рима – Александр VI. Путь к этому святому престолу он проложил интригами, подкупом, травил кардиналов. При этом он был отцом из семи незаконорожденных детей, которых поддерживал деньгами и церковных пожертвований. Ходили даже слухи, что он имел недопустимые отношения с собственной дочерью Лукрецией, о чем рассказал ее муж во время бракоразводного процесса. Разблачением распутства Александра VI занимался итальянский монах Джеролама Савонарола, который предупреждал, что всех любителей борделей, карнавалов и блуда ожидает божья кара. По иронии судьбы этого разблачителя Савонаролу казнили в 1498 году, как раз тогда, когда во Флоренции бушевал сифилис. И этой болезнью страдал и упомянутый высший Александр VI, и его приемлики Юлий II и Лев X. Уж откуда они подцепили эту болезнь, неизвестно. Вторая версия, уже ее выдвигают ученые, говорят о том, что сифилис существовал в Европе задолго до неаполитанской вспышки, не будучи признанным в качестве отдельной болезни вплоть до эпохи Возрождения. Но в 2005 году подтвердилась третья, долгобытовавшая версия о том, что сифилис завезли из Америки моряки, которые участвовали в экспедициях мореплавателя Христофора Колумба. Обе экспедиции длились в общей сложности с 1492 по 1496 годы. Как сообщает журнал «Ученый», в 2005 году палеопатологи – это ученые, которые изучают болезни животных и растений, обитавших на Земле в прошлой геологической эпохе, Мэри Лукас Пауэлл, почетный профессор университета Кентукки, и Делла Коллинс Кук из университета Индианы обнаружили неоспоримые случаи трепонемной инфекции в Северной и Южной Америке, некоторые из которых восходят до Колумбовскому периоду. Исследовав множество скелетов, ученые обнаружили, что сифилис тогда не передавался половым путем. Вы представляете, это было супер-открытие. Сифилис не передавался половым путем. Что же тогда случилось? Скорее всего, возбудитель болезни был перевезен командой Колумба через Атлантику, превратившись по пути в форму, которая передавалась половым путем. Почему же это произошло? Вероятно, потому что плотная одежда, которую носили европейцы 15 века, не позволяла бледной трепонеме распространяться через телесный контакт. Бактерия могла бы погибнуть, если бы не мутации. Вывод, который напрашивается, просто шокирует. Существовавшие тогда ткани, достаточно плотные, закрытые фасоны привели к тому, что бледная трепонема не могла распространяться через кожу и могли выжить и распространяться только самые агрессивные вариации бактерии бледной трепонемы. Поэтому болезнь стала распространяться новым половым путем. Получается, что европейская мода оказала влияние на саму болезнь, на то, что вся одежда стала неблагоприятным условием для размножения возбудителя и он стал агрессивнее. То есть получается, что одежда повлияла на болезнь, но в ответ сама болезнь тоже повлияла на моду. Итак, как же это произошло, что случилось, по каким признакам это можно понять? Самым первым на то, что сифилис стал настоящим законодателем моды, на это обратил внимание немецкий историк-эпидемиолог профессор Генри Гейзер, чей двухтомный труд «История повальных болезней» был переведен на русский и издан в 1868 году. И правда, сифилис внес большие изменения в то, что и как люди носили. Во-первых, произошла смена модных тенденций. Существует версия, подчеркну, что это только версия, потому что в истории моды стопроцентно ничего не может быть. Существует версия, что на стыке XV-XVI веков именно по причине пандемии произошла резкая смена моды. Мода XV века была яркой, жизнерадостной, эпоха Возрождения проповедовала жизнь как праздник. Художники тогда изображали обнаженные тела, а до этого существовал религиозный запрет на подобные картины. Можете вспомнить знаменитую картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», где сама Венера прикрыта лишь собственными волосами. Слева на нее дует западный ветер, полуобнаженный зефир, которого обнимает богиня весны и цветов. А на берегу Венеры встречает богиня веселья, одетая в светлые полупрозрачные одежды, которые подчеркивают ее округлости. Подчеркнуть свою сексуальность любили и европейки XV века, они туго затягивали талии в корсеты, а лифт платьев порой прилегал так неплотно, что во время танцев могла оголиться грудь. Сексуальность таких нарядов как раз таки и провоцировала мужчин на половые связи, но это быстро сошло на нет в период эпидемии сифилиса. Яркие цвета сменились на темные, даже парадные наряды именитых особ были мрачных оттенков, декольте, естественно, прикрывалось. Я бы объяснила это тем, что большое влияние на моду той эпохи оказала Испания, страна, где в конце XV века разгорелась борьба с ересями за чистоту католической веры. Вспомним, например, жестокую испанскую инквизицию. В моде были скромные наряды темных цветов и минимум украшений. Одежда должна была полностью скрывать грешное тело. Во время эпидемии сифилиса многие европейцы, боясь болезни, стали правоверными католиками и испанская мрачная мода пришлась как нельзя кстати. Во-вторых, массово стали носить парики. Дело в том, что из-за лечения ртутью сифилиса исчезали волосы на голове и на лице, но все равно люди хотели продемонстрировать свое здоровье и безопасность в сексуальном плане. Поэтому мужчины стали отращивать длинные волосы и усы. В тех регионах, где женщинам полагалось скрывать волосы по религиозным причинам, стали наоборот снимать свои головные уборы и выставлять волосы на показ. Чтобы показать, что я здорова, от сифилиса не лечилась. Получается, что иметь лысину было очень страшно. Ведь как в советские времена врачи любили ставить диагноз ОРЗ, так доктора 16 века без разбора диагностировали сифилис. Очевидно, с тех времен у мужчин появился страх облысеть. Поэтому, если человек хотел скрыть болезнь или по каким-то другим генетическим причинам не мог отрастить шевелюру, тогда он шел в парикмахерскую и заказывал парик, то есть искусственные волосы. Во Франции парики, например, продержались в массовой моде вплоть до Великой революции в 18 веке. В-третьих, появился еще один вид париков. Называется он меркин. Это парик для интимной зоны. На самом деле, он был известен еще со времен Древнего Рима. Дело в том, что волосы на гениталиях были гордостью дам из высших сословий. Ведь заботиться о чистоте интимного места было достаточно сложно. Во время эпидемии сифилиса многие люди из-за лечения опять-таки ртутью теряли волосы и на лобке. Поэтому, кроме париков для головы, они заказывали еще и волосяную накладку на гениталии. Ну, а женщины легкого поведения могли маскировать с помощью меркиной язвы от других венерических заболеваний. В-четвертых, популярен стал такой предмет, как накладной нос. Да, ужасная болезнь заставляла европейцев не только скрывать лысины, но и разлагающиеся носы. Людей с этой проблемой было так много, что в XIX веке в Англии даже существовал клуб без носых. Доктор медицинских наук Фитс Харрис упоминает в своем блоге, что одно английское издание писало 18 февраля 1874 года. Мисс Санборн рассказала нам об одном эксцентричном джентльмене, у которого была прихоть, устроить вечеринку без носых людей. Для этого он приглашал отужинать всех несчастных, пораженным этим недугом, которых встречал на улице. Самым простым способом решить проблему был накладной нос. Конечно, подобный аксессуар был известен задолго до пандемии, ведь люди бывало теряли носы на дуэли или им помогали какие-то дикие животные. Но именно в XVI веке накладки из слоновой кости или даже металла стали носить многие. Те, кто хотел иметь здоровый нос, ложились под ножку пластическим хирургам уже в XVI веке. Итальянский хирург Гаспаро Тельякозе придумал интересный способ восстановления носа. Он вырезал лоскут из плеча, изменял его форму и пришивал на место носа. Затем рука пациента удерживалась на месте с помощью бинтов в течение примерно двух недель, вы представляете, две недели, пока трансплантант прикреплялся к лицу. После этого хирург отделял новый нос от руки и начинал придавать форму коже. Открытие Тельякозы стало большим вкладом в ринопластику, несмотря на то, что на самом деле и до него существовали способы восстановления носа. В-пятых, стали носить маски, если человек не мог позволить себе по какой-то причине ринопластику или накладной нос, он пользовался карнавальной маской, наподобие тех, что носили на венецианских карнавалах. По интернету ходит миф, что вообще после сифилиса венецианские маски были придуманы, однако они на самом деле существовали задолго до эпидемии. Но вот что интересно, возможно маска Баута с четко очерченным носом как раз таки появилась в 16 веке. Говорят, что ее любил носить итальянский авантюрист Джакомо Казаново, который болел с сифилисом, о чем он как раз таки писал в своих мемуарах. Мир моды на самом деле интереснее, чем кажется. Да, болезни влияют на моду. Надеюсь, что вам понравилась эта информация. Ну а мы с вами продолжаем. Ответы на ваши вопросы. Прислали мне такой вопрос, который на самом деле меня очень тревожит. Прям вот знаете, как с меня списано на самом деле. Итак, прислала девушка вопрос. Наталья, я, как и вы, люблю носить шляпки. Еще с детства знаю, что по правилам этикета женщина может не снимать шляпку в помещении, но как только я иду куда-то с родственниками, сразу слышу упреки и даже не просьбы, а приказы снять шляпу. Как бы вы поступили на моем месте и кто прав? Я или родственники? В общем, мы сейчас, конечно, сами шляпы особо не носим. Это очень редкие случаи, поэтому люди уже забыли шляпный этикет и считают, что головные уборы обязательно должны сниматься в помещениях. Надо сказать, что раньше, что было? У мужчин шляпы достаточно легко крепились на голове, а вот женщины должны были закалывать шляпными булавками, то есть процесс присоединения шляпки к голове, так скажем, он был достаточно сложный, поэтому женщина просто не могла ее снять, эту самую шляпку. У мужчин это все было гораздо проще и легче. Сейчас очень редко, когда дамы носят что-то действительно с зашляпными булавками, хотя такое есть, мужчины носят более простые варианты шляп, но тоже достаточно редко и тоже это бывает. Носят также и кепки, и какие-то билеты. В общем, на самом деле ассортимент головных уборов для мужчин тоже довольно-таки широк, но тут действует такое правило. Если головной убор предназначен для защиты головы от ветра, но это понятно по какой-то теплой вязаной шапке, то есть это действительно какой-то объемный головной убор, вроде, может быть, это меховая какая-то шапка, то тут уже не важно, мужчина вы или женщина, вы должны эту вещь снять. Если вы по религиозным причинам носите платок, то естественно все зависит от того, от предписания ваших религиозных. Если же вы уже сейчас, вне зависимости от того, мужчина или женщина, носите головной убор, который вы подбирали под ваш комплект, то есть вы действительно осознанно, продуманно надевали его, возможно, это какая-то тонкая трикотажная шапочка, возможно, это какая-то кепка, то вы ее можете не снимать. Это могут делать даже мужчины, приходя, например, в кино, то есть куда-то, или в тот же самый театр, то есть это раньше мужчины действительно снимали шляпу, потому что это было повсеместно, сейчас мужчина может не снимать, самое главное, чтобы это вписывалось в ваш образ, чтобы вы осознанно это делали. О, если вдруг у вас широкополая шляпа, вы, например, женщина, которая любит шляпки побольше, пошире, и вы приходите в какое-то место, где сзади вас сидят другие люди, то шляпку вы желательно должны снять, чтобы просто не загораживать обзор другим людям. Естественно, если вы сидите на последнем ряду, например, на балкончике, вы можете эту шляпку не снимать, если вы знаете, что она никому не будет загораживать обзор. На самом деле, то же самое с высокими прическами. Что касается работы, тут все зависит от того, какой у вас дресс-код. Очень часто бывает, что главной убор входит в части профессионального дресс-кода, это все прописано должно быть в документации, которая есть на работе. Но если же у вас какая-то творческая профессия, то почему бы нет? Я очень прекрасно понимаю насчет того, что родственники могут быть против того, что вы сидите на юбилее вашего дедушки за столом и в шляпе, и вы такая одна. У меня такое случалось неоднократно. Как-то раз я на какой-то праздник, на чей-то юбилей тоже надела небольшую шляпку красную с милыми ушками. То есть это была часть моего комплекта, такая же как платье, как обувь, как какие-то украшения. Но так как это сейчас уже не распространено, люди этого не очень понимают. В совсем недавний случай я пришла тоже на юбилей одного мужчины в берете, и тоже я услышала в свой адрес упрек, что ты сидишь в головном уборе, обязательно его сними. Вы должны осторожно человеку намекнуть, если он способен вас услышать, что вы воспринимаете это как будто вас просят снять платье или снять обувь. То есть это такая же часть вашего ансамбля. Вы специально надели шляпку, то есть вы считаете, что это часть вашего образа. Без шляпки вы будете как будто без платья. В моем случае это действительно так, потому что я сначала продумываю, пойду я в головном уборе или нет. Чаще всего, например, я не очень хорошо умею делать какие-то красивые прически. С распущенными волосами мне не интересно идти, а вот украсить голову красивой шляпкой или беретом это очень классно. Поэтому просьбы снять берет для меня то же самое, что сними, пожалуйста, юбку. Почему я должна снимать юбку, если это часть моего комплекта? Я буду чувствовать себя плохо. Ну а мы поехали дальше. Модные ужасы. Поговорим с вами об ужасном, заразном секонд-хенде. Я лично за то, чтобы вещи использовать повторно, обмениваться ими и покупать в секонд-хенде, покупать винтажную одежду. У меня у самой есть небольшой магазинчик одежды, где, в частности, есть и винтаж, и вещи БУ. И я считаю, что это все очень круто, это все вполне нормально. Но когда я рассказываю об таком использовании повторных вещей, многие говорят, что секонд-хенды это рассадник заразы, многие вещи сняты с убитых людей. И поэтому я решила рассказать вам страшную правду о реальных случаях заражения, когда от ношенных вещей люди не то чтобы заболевали, а умирали. Но прежде чем рассказать всю правду, давайте узнаем вообще, что такое современный секонд-хенд и откуда он, например, берется в России, вот в таких массовых количествах больших. У нас такой с вами менталитет, что мы либо носим вещи до дыр, либо отвозим на дачу, либо выбрасываем. Но вот в Европе, к счастью, у нас потихоньку появляется одежду, специально собирают благотворительные организации, они расставляют по городу контейнеры, куда люди кладут ненужную одежду. В основном это вещи, которые вовсе не носили или надели пару раз, хотя могут быть совсем разные. Положить вещи, снятые с трупа, решится редкий человек, для этого нужно быть психически нездоровым, чтобы вот просто взять и снять с умершего человека. Это бред. Часть их отправляется в бедствующие страны, а часть идет на продажу в секонд-хенд индустрию, и вырученные деньги идут на закупку гуманитарной помощи нуждающимся. Все вещи, затем эти попадают на фабрики, где обрабатываются раскаленным паром с примесью паров формальдегида и метилбромида. Это летучие вещества, которые обеззараживают предметы. Такая дезинфекция стопроцентно избавляет предметы от возбудителей туберкулеза, сибирской язвы, столбняка, различных кишечных и респираторных инфекций, грибков и других микробов. В зависимости от типа ткани используют различные типы дезинфекции, и это абсолютно безопасно для здоровья. Неприятный запах может оставаться, но он нейтрализуется после одной-двух стирок. Вообще, чем престижнее секонд-хенд, тем быстрее этот запах устраняется. Все секонд-хенды имеют обязательный сертификат о дезинфекции, вы можете их спросить на кассе. Заразиться какими-то болезнями можно только в том случае, если, например, до вас вещь примерит какой-то больной человек, но такое может произойти и в самом обычном магазине. Какие люди приходили в брендовый бутик, когда я работала, это просто ужас. Все-таки очень многие боятся подцепить какую-нибудь страшную болезнь непосредственно от вещей, но стоит сказать, что их страхи не безосновательны. Давайте заглянем вглубь истории и узнаем, откуда пошла традиция продавать и покупать ношечные вещи, и чем можно было заразиться от одежды в былые времена. До начала индустриализации и массового производства в 19 веке ткань ценилась высоко. Она стоила дорого из-за трудоемкости производства, поэтому одежда не выбрасывалась, а перепродавалась. В 19 веке появились предельные машины, которые значительно снизили стоимость ткани, но экономический кризис заставлял людей покупать бывшие в употреблении вещи у старьевщиков. История одежды, естественно, замалчивалась. Она могла быть снята из утопленника, с умершего от тифа или куплена у больного чесоткой. Хотя народная мудрость и гласила сжигать вещи покойных, финансовая ситуация заставляла людей забывать о такой мере предосторожности. В те времена люди ничего еще не знали об антибиотиках, вакцине и важности гигиены. Санитарное состояние городов оставляло желать лучшего. Эпидемии были не редкостью. Люди ничего не знали о том, что платяные вши, которые селились на грязной одежде, являются переносчиками болезнетворных бактерий и вирусов. Тревогу в 1879 году забили врачи, которые говорили о том, что торговля ножной одеждой – главный виновник эпидемий, и зараженные вещи необходимо дезинфицировать. Одежда и постельное белье, продаваемое старьевщиками, свободно распространяло оспу, корь, чесотку и другие заболевания, зачастую смертельные. Чтобы продемонстрировать чудовищную мощь зараженной одежды, расскажу историю об одеялах с оспой, которые использовали в качестве бактериологического оружия британцы в 18 веке против каленого населения Америки. Из-за удаленности континентов и различия в культурах, жители Европы и Америки имели разный уровень иммунитета к различным заболеваниям. И в ходе этой войны произошел обмен. Европейцы, например, привезли из Америки сифилис, о чем мы с вами уже поговорили. Ну а европейцы Америке подарили оспу, тив, корь, грипп и даже бубонную чуму. Кстати, все эти болезни по одной из гипотез стали платы за освоение скотоводства европейцами, которого не было у индейцев. Ведь все из домашних животных знали только собак, индюков и лам. Что же произошло? 24 июня 1763 года проходили мирные переговоры между британцами и индейскими предводителями, где последние уверили, что будут крепко держаться за цепь дружбы. По традиции, чтобы скрепить мирный договор, нужно было обменяться подарками. В качестве своего дара европейцы вручили коренным американцам два одеяла из госпиталя, где бушевала оспа. Доподлинно неизвестно, вызвали ли именно те одеяла эпидемии оспы, ведь и до этого, в принципе, болезнь тоже косила бедных индейцев, но возмутителен факт того, что британские военные планировали это заражение и воспользовались миролюбием индейских вождей. В начале 1860-х стала зарождаться микробная теория. Было доказано, что именно одежда является основным переносчиком страшных болезней. После ряда открытий, которые совершил Луи Пастер, медики стали писать о методах дезинфекции одежды и постельного белья. Сначала эти методы стали распространяться в военных, медицинских и других учреждениях, а затем гражданское население стало задумываться о надлежащей гигиене. Именно так появился стиральный порошок. Он состоит из химических веществ, которые не только справляются с загрязнением, но и с микробами. Появились также стиральные машины с функцией пара, мощные утюги и отпариватели. В общем, все для того, чтобы в домашних условиях мы с вами могли справиться с опасностью. Чем быстрее начал вращаться маховик производства одежды, тем меньше люди нуждались в перекупщиках одежды. Ведь стоимость новых вещей все понижалась. Лишь в 1980-х годах начала зарождаться индустрия секонд-хендов. В то время, когда уже была выработана законодательная база, защищались права потребителей, а также были созданы эффективные и безопасные методы дезинфекции в фабричных условиях. Современные лекарства, антибиотики, вакцины, а также технологии по быстрой стирке и чистке вещей ослабили нашу бдительность к зараженной одежде. Теперь нам нечего с вами бояться, в отличие от предыдущих поколений. Советы о том, что нужно сжигать вещи умерших людей, что нельзя носить чужие вещи, сейчас существуют все еще, но уже на уровне суеверий. Конечно, и по сей день можно подцепить примерочные стригущие лишаи, чесотку, грибок стопы и платяных вшей, но риск этого одинаково и велик как в бутике дизайнерской одежды, так и в секонд-хенде. Дело только в том, кто до вас примерял эту одежду. Модный афоризм Ну и цитата, которую я хотела бы вам прочитать. Она принадлежит Генри Дэвиду Торо, американскому писателю, который жил в 19 веке. Каждое поколение смеется над старой модой, неизменно следуя новой. Я бы сказала, что потом, когда эта старая мода возвращается в обновленном виде, конечно, ей восхищаются и обязательно примеряют на себя, и в этом и состоит весь парадокс моды. Новая мода не может жить без старой, постоянно ей вдохновляясь, постоянно находя новые источники вдохновения. Ну а с вами была Наталья Ксенчак. Обязательно заглядывайте на мой YouTube-канал Модная история с Натальей Ксенчак. Там еще больше интересных фактов. Ролики выходят два раза в неделю. Спасибо, что были со мной и прослушали этот выпуск. Всем пока!